Сегодня у нас будут задачи на смеси и сплавы, поэтому советую в своем лексиконе откопать слово концентрация, а также слово процент, которое просто означает сотую часть числа. Если с этим все понятно, то вперед. Виноград содержит 90 процентов влаги, а изюм 5 процентов. Сколько килограммов винограда требуется для получения 20 килограммов изюма? Знакомая задача, правда? Конечно, это не смеси и сплавы, но куда же без нее? Давайте решать. Если вы улавливаете тонкую духовную связь между виноградом и изюмом, то поздравляю, это все, что здесь нужно. То есть, нужно знать, что изюм — это высушенный виноград, притом испаряется лишь вода. А есть некое вещество, сухое вещество или мякоти, если угодно, которое никуда не денется. Если виноград содержал 90 процентов влаги, то сухого вещества там было 10 процентов. Если изюм 5 процентов влаги содержал, то 95 процентов сухого вещества. И эти неиспаряемые массы слева и справа одинаковы. И появляется левая часть уравнения, в которой написано 10 процентов от икс килограммов, а справа 95 процентов от 20 килограммов. Отсюда легко получается ответ — 190 килограммов. Вот так вот. Следующая задача — классика жанра. Имеется два сплава. Первый содержит 31 процент меди, второй — 25 процентов меди. Из этих двух сплавов получили третий. Сколько процентов составляет концентрация меди в нем, если массы первого и второго сплавов равны 120 килограммам и 80 килограммам соответственно. Если первая задача была понятна, то сейчас попробуйте уже сами набросать картинку и составить нужное уравнение. Как видите, я занят именно этим. Никакой мистики. Общая идея всех этих задач заключается в том, что мы работаем с чистым веществом. То есть на левой чаше весов у нас будет масса меди в первых двух сплавах, а на правой масса меди в третьем сплаве. Про первые два слитка мы знали все, что нужно. Значит, масса третьего будет целых 2 центнера. А можем ли мы сложить проценты? Нет. Проценты складывать никак нельзя, потому что они считаются совершенно от разных чисел. Чтобы найти один процент от 120 килограммов, нужно 120 поделить на 100. А если нам нужен не один процент, а 31, значит умножим на 31. Та же самая история со вторым и третьим сплавами. Далее легко избавиться от знаменателей, например, домножив обе части на 100. После чего получится легкое уравнение. И решив его, мы найдем заветный ответ — 28,6%. Осталась самая мощная задача. Смешав 30-ти процентный и 60-ти процентный растворы кислоты и добавив 10 килограммов чистой воды, получили 36-ти процентный раствор кислоты. А если бы вместо 10 килограммов воды добавили 10 килограммов 50-ти процентного раствора, той же кислоты, то получили бы 41-процентный раствор кислоты. Сколько килограммов 30% раствора использовали для получения смеси? Вот такого жуткого условия. Но ничего, сейчас все решим. Значит так, у нас было два раствора, к ним добавили ведро воды, получили некий новый раствор. Концентрацию первых двух мы знали, в воде у нас вообще не было кислоты, концентрацию кислотной смеси на выходе мы тоже знали. Мы не знали массы, поэтому давайте возьмем их за переменные, и масса нового итогового раствора обязательно будет x плюс y плюс 10 в данном случае. Надеюсь, вы помните идею решения. Я тут, как видите, уже капнул индикатор, и мы видим слева оранжевую кислоту и справа оранжевую кислоту. Массы кислот слева и справа одинаковы. Так и получено первое уравнение. Я здесь даже учел количество кислоты в воде, не было ее там, ноль. В условии была и другая ситуация. Вместо воды берут 50% раствор кислоты, и это влияет на итог. Итоговая концентрация 41%. Вся эта новая ситуация позволит составить второе уравнение системы, суть которого все та же. Масса кислоты в левой части уравнения совпадает с массой кислоты в правой части уравнения. Таким образом, мы вышли на систему из двух уравнений с двумя переменными. Вы люди умные, решать такое умеете, но я на всякий случай оставлю здесь все эти технические выкладки. Я домножил первое и второе уравнение системы на 100. Я очень не люблю запятые. Дальше привожу подобные, выражаю одну переменную через другую, подставляю во второе уравнение и получаю ответ. Итак, здесь, как говорится, иксы налево, игреки направо и числа в догонку к игрекам. Во втором уравнении просто приводим подобные. Заметьте, что в первом уравнении все отлично делится на 6 или на минус 6, как я и сделал. Дальше найденное выражение для икс мы подставляем во второе уравнение, которое теперь содержит всего лишь одну переменную игрек. А это значит, что можно поймать в коридоре третиклассника и попросить его это дело решить. Найдя игрек, подставим его, например, в первое уравнение системы и найдем ответ в этой задаче. 60 килограммов. Трикратное ура! И можно даже похлопать в ладоши, потому что все на сегодня решено. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова